Девушки отдыхают Директор! Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Валера! Субтитры создавал DimaTorzok Все, Кулешов, у тебя слабо развитый сдерживающий центр. Одевайся и иди домой. Дима Торзок Подхалим ты, Кулешов? Не, честно, я просто люблю вас. Честно, октябренское, люблю. Если такая любовь, пойди в угол и пострадай во имя ее. В угол. Согласен. Давай. Ноги отведи. Вот так. Ну. Ничего. Протри перекладину. Володя. Значит так. Наоборот, вперед. Приподнимись немного. Все будет нормально. Проходи. Девяка. Девяка. Жена. А кто это? Фомут мой. Каждый день детский сад таскаю. А мать тебе отец? Куш на работе, да. А моя кристаллинская заводится? Где ты была? Как погодка-то? Ничего, тепло. Инус 39. Точно? Как штык. Как пить дать. Ты где-то нахватался? Чего в наше время не нахватаешься? Уже расхристалась вся. Три часа завязывала. Ладно, вспотеешь. Потом с тобой по больницам таскаться. А где жена-то ваша? Она вроде была у вас. Была. А теперь? А теперь у меня магнитофон. Я знаю. Жен бывают разные. Хорошие, нормальные. Лесопилки. Вам, наверное, лесопилка попалась? Это не совсем так. У меня сложнее. Ну, поехали, что ли? Сейчас. Вроде забыл что-то. Может быть, не доспали чуток? Синяк у тебя откуда? Да так. С автобусом недавно сталкиваемся. Музыка. ГОНОК. ГОВОРЯТ Снег-то как пищит? Не пищит, а звенит. Не может быть, чтоб 39 было. Чушь, он звенит. Хрустит, и все. Посиди пока. Тетя Саш! Господи, напугал-то. Тетя Саш, ты ребят моих не видела? Ну, какие нынче ребята? Мороз-то сколько уже нащелкало? Сколько? Сколько? 43. Кулешов! Обманул? Нет, 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 не поможет. Мы же договаривались, больше 41 градуса никто не приходит. Ты тоже. Ну, не здесь я, в Перловке живу, а там всегда теплее. На, 2 градуса. Погоди. А как же ты мне говорил? Когда в гимнастику записывали. Ну? Ну, я тоже это. Чего это? Сказал, что здесь живу. А-а-а! Опять соврал? Угу. Угу. Мне же все равно сюда сестру каждый раз. Ну, да. Нам дадут, ей-богу, дадут здесь летом квартиру. Угу. Ну, хорош. Ну, иди снимай штаны. Чего? Чего-чего? Что ты в валенках и пальто тренироваться будешь? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Как же ты сюда на тренировке попадаешь? Встаю полшестого вместе с родителями. Поедем, сестру завяжу в шесть. Боком. Потом на дорогу. Там всегда с кем-нибудь на попутной. С нее на автобус. А он недалеко от вашего дома останавливается. Спортивной ходьбой? А в школу как же? А я во вторую смену. После тренировки на автобус и назад. Пятки. Мама у тебя где работает? Гидропромхоз, стройгруппа дел. На носочках. А папа? Гидрогипроградстрой. Не запомнишь. А вы запишите. Попрыгай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вы не Сосновский? Сосновский. Иннокентий. Иннокентий. Верно. Ждете пассажира из Москвы? Да, да. А нам в каком купе? Вот передать просили. Вам? Мне. Теперь пятерки. Мимо проходил. Дай, думаю, зайду. Ты дома-то бываешь? А то как же. День мне просто сегодня такой. Мать-отец в техникум вечернем. А потом их еще в хоре петь привлекает. А я хомут свой обратно забрать должен. Кофта у вас смешно одета. Батареи барахлят. Еле теплые. Крокодейки. Нет, я на быстро. Мне еще мыло, сахар купить надо. Садись. 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 Кулешов. Кулешов. Кулешов! Ну, где же ты? Вот вам. Вы следите за ней. Она всегда без очереди лезет. Ладно, не пущу. Кулешов, давай я вместо тебя мыло покупать стану. Зачем? Нам ее теперь на месяц. Ну, или сахар. Вообще что-нибудь? Что-нибудь-то нельзя. Вдруг вы мне бульонных кубиков накупите. Мне что мать скажет, то я и покупаю. Откуда я знаю, что она завтра скажет? А может, с уроками чего помочь, а? Что я, валенок, что ли сибирский? Я их за полчаса делаю. Ну, поделиться. Да нет, ты меня не так понял. Я хотел, может, тебе нашу. Что вы, Иннокентий Иннокентьевич, все помочь, да помочь. Лучше повыдумывайте о чем-нибудь мне. Что-что? Повыдумывайте. Прошлом году попали я в волшебные царства. Как попали? Обыкновенно. Выиграл путевку по лотерейному билету. И был там дом. Стоял он в поле средь белого и белого снега. И в том доме жила принцесса. Красивая? Приказала она мне топить камин. А это еще что такое? Печка такая. И топила я его целые дни. И утром, и вечером, как только с работы приходила. А в доме становилось все холоднее и холоднее. Принцесса уж совсем замерзать стала. Она умрет. И перебивай. А хотите, я догадаю, что дальше будет? Попробуй. Я еще сам конца не знаю. Наклонитесь. Не замерзнет ваша принцесса. Почему? Вы счастливы. У вас две макушки, как и у меня. А теперь мою потрогать. У меня тоже с одной принцессой кое-что было. Что с ты? Виктор Кулешов. Ваша оценка 7,9 балла. Большое спасибо, товарищ судья. Скажите, а почему так мало ему поставят? Да потому что он вообще вряд ли когда... получит больше. Оказывается, вовсе не страшно. Конечно. А я волновался. Послушайте. А у меня. А у меня. Здравствуйте, Сергей Иванович. А, здрасте. Здрасте. Жалко, как опоздала. Ничего, ничего. Я вам все расскажу. Елена Ивановна, Иннокентий Иннокентьевич, вам через меня колесо посвечает. Смотрите. За наших любимых советских учителей! Ура! А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна. Но видно всю деревню с ее белыми крышами, стройками дыма, идущими из труб. Деревья посеребренные линиям, сугроби. Все небо усыпано весело мигающими звездами. И Млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Сидоркин. Встань, пожалуйста. Я правильно назвала твою фамилию? Я же у вас впервые только знакомлюсь. Ну зачем же ты ковыряешь у нас? Ты знаешь, это некрасиво. Кто? Я? Разумеется, я же с тобой разговариваю. Ты скучаешь. Кто? Я? Я? Ты плохо слышишь. Кто? Я. Да не верьте мы ему. А ну, насердись. Тогда, может, ты и почитаешь нам дальше? Ну, смелее, смелее. А вчера-то не была вылочка, везде вылок меня за волосе во двор и отшел с пандырем за то, что окчал ихниво ребятенком, людьми, панчали, стерзал в покойнии. Повстарайся с выражением. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку гейной мордой. Что с тобой? Не надо, не надо про это место. Мне Ванька жалко. Ну, хорошо. Хорошо, мы не будем дальше. Садись. Беляю. Ой! Можешь у меня в угол? Зачем? А вдруг я уже виноват в чем-то? Запомни, я никого и никогда не ставлю в угол. У меня такие правила. Садись. Читай. Дедушка милый. А тогда в туалет. Я в туалет хочу. По твоей вине мы уже в третий раз прерываем чтение. Ты понимаешь, что ты мешаешь? У меня ночевой пузырь слабый. Хорошо. Иди. Читай. Милый дедушка, сделай божескую милость. Возьми милость. Наше этаже закрыто. Как же мне теперь? Спустись на этаж ниже. Читай. Милый дедушка, сделай божескую милость. А если я поздаю, тогда что? Можешь оставаться там до конца урока. Закрой дверь. Слышишь? Милый дедушка, сделай божескую милость. Возьми меня отсюда домой. На деревне. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь к тебе в ножки. И буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда. Я буду тебе табак терять. Пусть душа лон Богу молится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Будете еще? Сади с ковра А чего? Когда в зал входишь, нужно снимать пальто, валенки Шапка тоже не мешает А едет пока так На экскурсию вроде Ивановна, я скоро буду Вот, специально записывал 20 декабря отвинтил кран в душевой 25-го продырявил плакат Облился Разбил Измазался, провалился Теперь коменданта чуть низ увечил Ты что, меня в тюрьму засадить хочешь? Я нечаянно из рук выпала А если б у тебя в руках бомба была? Все С меня хватит Одевайся и будь здоров Я хочу Я не хочу Что хочу, что не хочу? Заниматься хочу Но учти, в последний раз Честная, благородная, в последний Когда на носки смотришь, ручки-то разведи, а ты комкаешься, понял? Сидоркин! Я быстро, по маленькому Раскатайте дорожку Ты кому звонил? Дела Подчиненным тут всяким звонил Чтоб отца с днем рождения поздравили Начальник все-таки Попробуем на оценку Пошел, Валера Крутить спешишь Троечка Ничего Повыше, старыйся Четыре Это почему же? Ребята восьмую тренировку делают Тебе еще рано Что? Я хуже других, что ли? Неправильно заучишь Потом исправлять трудно Посиди Можно Хорошо Очень плохо, Кулешов Все, закончили А по-моему, это вовсе не поэтому А почему же? Вы отца моего боитесь Вдруг я ушибусь или еще что-то Сядь А я в случае чего скажу, что сам виноват Давайте Давайте Ой Вы идите Я сам Ремонт у нас Это зимой-то? Ну, не совсем ремонт Не прибрано Идем Забыл совсем Я у Кулешова Ботинки под раковину спрятал Не хочешь вместе? Я сам пойду Ну? А куда идти? Пришли уже Ванюша, ты? Я, папа Еще тренер мой Я с тренером пришел Ну, проходите Будем знакомы Сергей Иванович Кеша То есть Иннокентий Иннокентьевич Очень приятно Наверное, жаловаться пришли на Ваню Почему жаловаться? Проведать? Да вы садитесь Спасибо Пап, сыграй что-нибудь моему тренеру Да ты что? Он у нас талант Недавно учится А уже про барабанщика знает Совсем захвалил отца Чего захвалил? Ты скоро в доме пионеров работать будешь С одной-то песней? Так это сначала Потом пойдешь Песен не хватит Ну, ладно, ладно Ты вот лучше чайник подогрей Ну, а все-таки Как мой сын? Я пока Присматриваюсь Хороший у вас сын А вообще-то хороший Но смотреть за ним нужно Сустрый Энергичный Да это так Он постирает кое-что Изготовит, за водой сходит Он теперь единственную Матери помощник Сейчас кипит Давайте чай пить Вы извините, мне идти надо Занятия Заходите Или позвоните Военкомат мне телефон поставил А звонят мало Ванюша только иногда побалует Заходите Зайду Обязательно зайду Всего хорошего Ванюша Проводи Спасибо, что отцу ничего не сказали В следующий раз скажу А вы знаете Врачи говорят Что со временем Его вылечат Я вам давно Хотел рассказать Но все как-то не получалось Вы не сердитесь Я переуспитаюсь Честное слово Переуспитаюсь Больно? А? Не Не больно После двух видов соревнований Впереди с суммой 140,2 балла Команда города Каменское На втором месте 138,6 балла Ионов Байко Росковский Хорошо Третье 137,3 балла Команда города Зарайск Хозяева же этих соревнований Пока на четвертом месте Встать Мое отделение Встать Направо В раздевалку Шагом Марш Леонид Петрович Что происходит? А ничего особенного Я просто отказываюсь принимать участие в соревнованиях с этой позорной заменой В чем дело? Две секунды Мы сейчас обо всем говорим Что это? Посадите команду на место Иннокентий Иннокентич сказал неправду Ребята, которых он заменил, здоровы Сейчас их разыщут Потерпите Но почему я? Почему за все должен расплачиваться я? Всего несколько минут Ну хорошо Я подожду Только мои ребята начнут выступать первыми Ну конечно Первым пойдешь Порасторопнее можно? Перекладина еще не протерта Можно? 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 Попросите пожалуйста ко мне коменданта Ты что тут делаешь? Ты из какой группы? Как это что? Убирайся отсюда Кому я сказал? Да я тебя Что случилось? Это ваш? В чем дело? Я зашел Хотел посмотреть Он меня за ухо Я ему не дал Он за мной бросился И налетел вот на этого дяденьку Ты знаешь кто этот дяденька? А мне это и знать не нужно Тогда бы он отсюда Николай Александрович Ну что Николай Александрович Это ваш воспитанник? Мой Да это выбросьте отсюда Это выродка Если вы хоть раз Детей гнусным словом Мальчишка Вы забываетесь Я это так не оставлю Мальчишка Тебя как звать-то? Меня зовут Клим Климыч Я этого так не оставлю Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Ну еще разок Двадцать Двадцать Вот это да Двадцать один Новичок Хорош Новичок попал Ну что нравится? Как вы думаете Возьмем его к себе? Возьмем 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 Конечно Тихо ребят Погодите Ты чего? У меня рука Сейчас пройдет Что рука? Обварился Печет А чего ж не предупредил? Да ну А вот мне отец рассказывал Что когда на войне Его с вязным Через болото послали Он никому не сказал Что у него ревматизм Завяжи Клим Климыч Хочешь я из тебя Чемпиона мира сделаю? Неа Я слесарем буду Ну Слесарем не знаю А вот для гимнастики У тебя по-моему все есть Это не говорили Только скоро Всяких чемпионов Окажется больше Чем слесарей А нужно наоборот Мне так отец сказал Кого у нас только нет Теперь слесарь прибавится Не прибавится Вы же двоечников Не принимаете А у меня их целых три И все по арифметике Пошли Чудо Зачем же из двоек Трагедию делать? Со временем исправишь Главное Чтоб ты сам Понимала А если заучу знает Он за одну двойку петухова Даже в музыкальную школу не пустил А я с ним официально поговорю Скажу Перевоспитаем тебя А меня не нужно перевоспитывать Ну правильно Я же только так Для проформы У меня отец говорит Что с этой проформы Все и начинается Что все? Не знаю А почему вы значок не носите? Ну мастер спорта Я ведь вовсе не мастер спорта У меня только первый разряд Ребята говорили Что мастер Ну Ты знаешь Какие они у меня выдумщики Потом ведь не всем же Быть мастерами Кому-то и делать их надо Разве бывает так Что не мастер мастера делает? Да случается иногда А пусть Валерка покажет Как он флексальто делает Пошли Ребята Мне-то вообще туда А чего ж ты шел за мной? Вы знаете Вам лучше с классным Руководителем поговорить Она любит Если у кого-то Способности обнаруживаются Ладно Беги Я подумаю Ну Кого же вы предлагаете Президиум? Мы слушаем тебя Смоленинов Вас Мария Сергеевна Садись Смоленинов Каждый раз Ты выбираешь меня А я каждый раз Объясняю Что этого нельзя делать Очень прошу тебя Больше не забывать об этом Ну У кого еще Будут предложения? Фло Подосенов В тело Ну хорошо Подосенова Еще кого? Поскольку Президиум Должен Состоять Из трех Человек Я еще Предлагаю Выбрать Лену Веселовскую Да Лена Веселовская Лена Нет личницы Но у нее Хороший почерк Она будет Секретаршей Кукушка Хвалит Петуха За то Я очень прошу Тебя воздержаться От всяких Комментарий Почему Ты опоздал? В медпункте Был Рука Разболелась Еще Кого? Леню Стеклова Предлагаю Голосовать За всех Сразу У нас Очень мало Времени На завтра Много уроков Кто за? Ребята Займите места Начинайте На повестке Дня Выборы Староста Класса Выборы Староста Класса У нас Был староста Петя Новиков Он уехал У него Папа военный Поэтому Я предлагаю Колю Кулибина Все Встань Кулибин Садись Почему Ты его Предлагаешь Не знаю Подосенов стесняется Он с ним дружит А Коля Очень хороший товарищ И храбрый Прошлой Прошлой весной Он вошел В холодную воду И снял Сальдины Собаку И теперь Она живет У подосеного А Кулибин Спортом не занимается Если ты просишь Слово То подними руку От физкультуры Кулибин освобожден У него здоровье А старца Должен быть сильным А его в классе Почти каждый Побить может Продолжай Лена Ну Еще Ну Еще Коля Всегда Говорит правду Можно слово Мы слушаем тебя А подосенов Не достоин Говорить о правде Почему Он даже вас Обманывает Объясни Когда было Родительское Собрание То он сказал Что его отец В командировку Уехал Ну и что же А он никуда Не уезжал Он в больнице Лечится там От пьянства Я очень прошу тебя Сейчас же покидать собрание Ну Верно отец говорит Правда Все им мешают Вот и вам тоже Вот так всегда Разрешите? Идите Пойди Сейчас же Извинись Перед подосеновым А чего я буду Извиняться Я ни в чем Не виноват Из таких вот Невинных Знаешь Кто вырастают Ну кто? Подонки Пойдешь? Пойдешь? Значит мне на занятия Не приходить? Извинишься Поговори Субтитры создавал DimaTorzok Ты ко мне? Нет Я на тренировку Кому, если не секрет? К Леониду Петровичу И давно ходишь? Второе занятие Мне пора Здрасте 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 Здорово Привет Здрасте 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 Пионером я был. Ну, как ты, как все. Лет 12-13 назад. Через полминуты построение. Привет. Вон сейчас, я быстро. Извините. Мы были пионером. Да. И дружил с одним парнем. А он курил. Ну, знаешь, как ребята в детстве. Форсил. Вот. И стали его потом тоже в пионеры принимать. А я возьми, да и забудь все на собрании. Как вместе за машиной цеплялись, как отец его разные фокусы мне показывал. Как побои за меня однажды принял. Многое. А сказал одно только. Он пионером быть не достоин. Он курит. И не приняли. Что интересно, он-то теперь не курит, а я вот... В Москве два года назад его встретил. Обниматься ко мне бросился. Домой звать. Забыл, видно. А я нет. Дежурный. Построить группу. Что же мне? К вам, что ли, обратно переходить? С чего ты взял? Нет-нет, что ты. Я же не для этого... Ну, тогда я вас не понимаю. Угу. Не получается у нас что-то. Ну, беги. Десятый. Расчет окончен. Леонид Петрович, группа в составе один человек для занятий построена. Раз, кремя. Да. Аплодисменты. Ваша оценка 9,4 балла. Иван Трофимович вызывает в раздевалку. Все в порядке. Всех разыскал. Говорил Иннокентий Иннокентьевич, дома сиди. А вы пошли, пошли. Думаешь, дома не нашли бы. Если бы не твое дурацкое мороженое, нас бы никогда на этом балконе не отыскали. Ионов, Байко, Росковский. Правильно. Правильно. Ребята за вас горой. Никак не мог заставить их признаться. Больные говорят. С причем? Болезнью. Главный судья считает, что, приняв от вас перезаявку, он допустил мне с вами оплошность. Он согласен, чтобы эти трое прошли вне очереди два снаряда, а уж потом выступали вместе со всеми. Я против. Как же вы представляете себе последствия? Нормальными. Ничего страшного не случится, если мы займем третью, ну уж если совсем не повезет четвертую. Да. Да, я виноват. И особенно перед Леонид Петровичем. Ну уж если на что-то решился, то хитрить, наверное, не надо. Я сейчас же пойду в зал, попрошу у него прощения, и пусть он, ну хорошо, хорошо, он человек отходчивый, он все поймет. А сейчас скажите ребятам, чтобы они переодевались и шли в зал. Теперь я тем более не могу это сделать. Смирно! Соревнования окончены. Направо! За победителями на выход! Шагом марш! Там нет воды. Чего смотришь? Себя лучше пожалей. Леонид Петрович, я приношу извинения... Не надо! Я не мог иначе. Ребята должны были выступить сегодня. Я не знаю. Чтоб поверить в себя. Не мог. Ничего, сможешь. Ну зачем вы так, Леонид Петрович? Не о нас с вами речь, а о пацанах этих. Меня жена внизу ждет. Ты что думаешь? Из таких, как этот твой, ну, лопоухий, мастера выйдут? Не выйдут. До свидания. Иннокентий Иннокентич. Ты почему здесь? Ребята просили передать. Чтоб вы не переживали. Мы в следующий раз изо всех сил стараться будем. Ты же манекен 30-х годов с плечиками, а не гимнаст. А ну, распрями грудь. Подбородок подыми. Да не так. Так на чинушу похож. Ты с достоинством. Как советский человек подними. Вот. А теперь видишь? Кругом кипучие стройки и необозримые просторы. Вижу. И столбы с проводами в грядущие уходят, замечаешь? Замечаю. Читай объявление на 21-м. Там почерк мелкий. 1990-й год. От имени комитета по поддержанию внешней красоты Илье Владимировичу Гусакову объявляется строгий выговор за то, что, несмотря на неоднократные замечания, он продолжает сутулиться и в пути по-прежнему пренебрегает твердой поступью. Угу. Можно. Так. Носочки тяни. Пошел вис согнувшись. Угу. Ну. Оп. Хорошо. Ножки. Теперь выкрут вперед. Ну, смелее. 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 Ведь сколько раз я говорил, что в гимнастике надо думать. Не пялить глаза в потолок, когда сидишь на скамье. Думать. Слушать, по крайней мере. Пытаться анализировать. Ты хоть знаешь, что такое анализ? Знаю. Что? То, что в баночках сдают. Володя. И... Илья. 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 Можно я судья буду? Ладно. Алик, ты. Неправильно. Илья. 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 Сетчик. Ты чего? Я в следующий раз. Даю последнюю попытку. Опять передумаешь все. Что значит все? Все значит все. Можно. Все. 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 Вы. Это пираты, вы купцы. Я сделал флаг! У пиратов черный флаг! Пиратский корабль «Черная стрела» сбился с курса. 11 суток болтаются они по морям и океанам. Есть давно нечего, и пираты в изнеможении лежат на палубе. Несчадно палить солнце. Остались лишь крохи воды. И хоть пираты были пиратами, они делились между собой. В день каждый выпивал по глотку. И вот уже казалось, что не избежать им смерти от голода и жажды, как вдруг на горизонте появился купец! Пираты уже различают бочки с медом, хлеб, воду. Корабли сходятся все ближе и ближе. И тогда капитан пиратов в зону железная пятка на батар! Кюлежо! Улешов! Вы за бортом! Стой! Построится! Иди сюда. И ты иди. А ну дай ему туда, куда он тебе съездил. Ну дай же, дай! Ну должен же ты когда-нибудь постоять за себя. Да не бойся. Ух, я бы на его месте. Ну пусть бьет. Он же сам не хочет. Ну ударь, ударь. Не уговаривайте. Я никогда не буду этого делать. Никогда. Не уговаривайте меня. Улыбайте меня. Улыбайте меня. А раньше 18 было. А левый? Ну, еще чуть-чуть.